Андрей Атлас! Встречаем! Привет, привет, привет! Такой тёплый зал. Так, слушайте, мне 34 года, я из Ростова. У меня в Ростове есть квартира, машина. Я уже несколько лет работаю на ТНТ. В общем-то, я успешный человек, но в Ростове. Здесь, в Москве, я каждое утро просыпаюсь в съёмной комнате, за которую плачу 25 тысяч рублей, плачу, понимаете? И со мной ещё живут два мужика, которые тоже платят по 25 тысяч рублей, плачут. Я даже жену не могу перевести к себе по объективным причинам, у неё нет 25 тысяч рублей за соседнюю комнату, понимаете? Ну, мне говорят, так, перевези её в свою комнату. Так у неё и 12 500, блин, нету. И один из моих соседей просто потерялся, его не было два месяца. И потом он мне пишет, слушай, я не вернусь, извини. И я платил за него 25 тысяч рублей в месяц, понимаете? Два месяца. Потом знакомая девочка мне говорит, есть хороший мальчик, который может заселиться хоть завтра, но ты должен кое-что знать, он гей. Пацаны, у вас было такое, что вы в детстве в прикол друг другу говорили, а ты б за сколько с гомосеком жил? За миллион, за два миллиона. 25 тысяч рублей, понимаете? Вот. Вот она цена моей гомофобии. Всё. Я отцу боялся сказать, что я с геем живу, понимаете? Потому что, ну, он у меня старой закалки человек, у него метод перевоспитания один. Он, когда узнал, что я курю, он меня заставил пачку выкурить. Чё, он здесь решит со мной сделать? Я, ну... На самом деле, я зря боялся. Отец у меня очень странно отреагировал. Он мне задал единственный вопрос. Он говорит, это чё получается? Вы с ним на один унитаз ходите? Нет, пап, у него лоток. Ну, я... Он сходит лапкой, загребёт вот так всё, а я утром выношу. Слушайте, чтоб как-то реабилитироваться, да, за историю с геем. Расскажу вам про жену, про свою. Да, у нас всё прекрасно, мы с женой занимаемся сексом иногда. Так получилось, что я физически сильнее её просто и... Она сейчас на той стадии, когда она просто какие-то эпитеты выкрикивает во время секса в мою сторону. Это каждый раз по-разному. Мне так иногда странно, потому что недавно она во время секса сказала, цитирую, ты мой качественный, ты мой проверенный. Я, видимо, бобик ментовской, я не знаю, в смысле? Качественный, проверенный, серьёзно. Такие эпитеты пишут про бэушный холодильник на Авито, честно. Качественный, проверенный, немного подтекает, да? Прям как я. Секс — это откровенность, безусловно. Но и на полиграф вас, девочки, никто не сажает. Можно приврать немножечко, я извиняюсь? Ну, чуть-чуть. Вам же тоже не будет приятно, если мужчина во время секса прям будет откровенным-откровенным. Типа, детка, ты как все, да, м-м-м. Мне с тобой так, среднее. И кончать потом будет вот так, типа, м-м-м, такое. Ну, нет. Я к тому, что разговоры во время секса — это прикольно, когда вы только начали встречаться. У вас ещё всё это бурлит внутри, ты думаешь, как бы ей что-нибудь такое сказать, чтобы она возбудилась сильнее. Когда вы 10 лет вместе, ты во время секса думаешь, как бы чего не ляпнуть сейчас, господи. Ну, в моём случае каждое слово работает как стоп, я вам клянусь. Потому что вам невозможно ничего сказать. Вы сразу начинаете искать первопричину какую-то. Я недавно искал, ты тигрица. Она говорит, это потому что растяжки, козёл, у тебя такие же, понял? Заткнись вообще. Я не могу играть в эти игры, понимаете, когда она мне во время секса говорит, оскорби меня. Я говорю, сука. Она говорит, ты охренел, что ли, слышишь? Вам ещё не все слова можно говорить. Это как вообще понять? Ну, вот смотрите, давайте разберёмся, девочки. Во время секса. Сука говорить нельзя. Сучка можно. Грязная сучка можно. Грязная, вшивая, вонючая сучка нельзя. Почему? Ну, сделайте нам словарь какой-то, я не знаю. Если словарь дали, у нас будет словарь, чтоб дали. Мы как-то, ну, подучимся по нему. Семейный секс странный. Она сейчас, ну, ей надо пробовать ещё игры какие-то, знаете, в сексе игры. Ну, я не против игр. Я не то, что прям консерватор, старовер там, язычник. Хотя иногда язычником приходится побыть. Не люблю такие моменты, но это Щербаков вам расскажет про язычников. Я, ну, игры, когда женщина без костюмов, без ничего, вы всё равно, девочки, пытаетесь создать вот этот вот лёгкий ореол недоступности. Знаете, для вас это тоже вот это важно. Ненавижу этот момент. Это когда ты ночью к ней тянешься, вы женаты уже пять лет, ты к ней тянешься, а она такая, а что это ты запланировал? Сука, потрахаться без вопросов я запланировал, можно было? Ну, что, почему я не могу просто, чтоб мне дали? Почему? Она говорит, ну, это такая игра, какая, блин, игра, сука, какой счёт? Кто выигрывает? Я извиняюсь. Ну, это игра, где я обязательно должен чувствовать себя идиотом, понимаете? Это как будто ты играешь с трёхлетним ребёнком, он от тебя спрятался, у него полжопы из-за шкафа торчит вот так вот. Но ты должен делать вид, что ты не знаешь, ты хочешь играть, а где же наш секс, а? Дадут нам сегодня или нет, боже? При этом сами вы не любите игры. Нет. Я один раз сыграл с женой в игру. Мы заселялись в гостиницу с ней в другом городе, и пока девочка на ресепшене ксерокопировала мой паспорт, я поворачиваюсь к жене очень громко, чтоб все слышали, говорю, как тебя звать-то хоть? Она мне чуть бошку не свернула, понимаете? Мы ехали в лифте, она говорит, ты придурок, ты дебил? Она сейчас решит, что я проститутка. Я говорю, да насрать на её мнение, тебе что, важно, что ли? Господи, да забудь. Она говорит, значит так, когда будем выселяться, чтоб вот так обнял меня за талию и громко сказал, что ты меня любишь. Я говорю, да сейчас, чтоб они решили, что я проститутку влюбился, делать мне больше нечего. Это такая игра, расслабься. Спасибо, друзья, у меня для вас всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Девять месяцев без сознания. Целый год вообще. Мне никто ничего не рассказывает. С чего начать-то? Это моя программа! Пришёл с шутками убивать! Сможешь простить измену? Я даже прощала уже измену семь раз. Кому? Себе. Может быть, действительно счастье любит тишину? Всей страной хотим это сказать. Наше счастье любит тишину. Ну, молодой! Ну, молодой я! Молодой? Ты после секса говоришь? Ух! Комедий Клаб. Новый сезон. В пятницу в девять вечера на ТНТ.